Виктор Ильченко, Роман Карцев и Михаил Жванецкий Пойдите перед вечером в городской сад Там возбирала есть скамейка На скамейке вы увидите человека в черном пальто, а это я Я там сижу до восьми Потом меня можно видеть на углу возле кафе Потом идущему в бульвар Лучше всего со мной говорить между девятью и одиннадцатью вечера Когда я в благодушии, искаженные черты лица не испортят общего приятного впечатления и плавной беседы Лучше всего со мной говорить о видах на урожай О литературе, о знакомых О женщинах со мной можно говорить всегда И если этот человек, то есть я, буду оглядываться на проходящих красавиц Не обижайтесь и не перебивайте меня Это лишнее подтверждение моего интереса к этой проблеме О политике говорить не стоит, это меня раздражает и поневоле передастся вам Лучше всего со мной говорить о вкусной и здоровой пище О поведении в быту, о пребывании на солнце, о температуре морской воды Хорошо отзываюсь на разговор о моральных устоях в семье О супружеской верности, длительности верности, не длительности верности, не длительности верности Не касайтесь быта, зарплаты, я возбуждаюсь, нервничаю, начиная избивчиво говорить и со мной становится неприятно Если вы заденете темы строительства, капитального ремонта, телефонизации, канализации, проблему горячей воды и автосервис, я на вас произведу очень скверное впечатление. Вы с одраганием увидите злого, отвратительного, прыжащего слюной человека, который бегает вокруг забора, хватается за сердце. И никакие ссылки на объективные причины не могут изменить очень неприятного личного впечатления. Поэтому меняйте разговор, переходите на лето, цветы и женщины. Я снова начну оглядываться. Я извинюсь и долго буду смотреть вслед. Смотрите тоже, отобъединяю. К скамейке, где я сижу, хорошо подходить с транзисторным приемником под легкую музыку или сводку погоды. Какая чудесная погода стоит на всем черногорском побережье Кавказа. Температура воды 25. Волн нет. Ветер отсутствует. В зиму кресенье утихли. Смерч раскрутился в обратную сторону и пропал. Японские рыбаки найдены. Красная шапочка спасена. Наш самолет побил все рекорды и тихо-тихо опустился. Вот я и успокоился. Веки мои опустились. Счастье мое. Я нашел в вашей жизни с тобой. Говорите, говорите и пойте мне одновременно. И вы будете наслаждаться видом доброго, спокойного, разглаженного человека. Утомленное солнце нежно с морем прощалось. Вечером в барсаду вы увидите человека в черном пальто. Это я. Подумайте, о чем со мной говорить, если вы хотите, чтобы я произвел на вас приятное впечатление. Теория относительности. Миниатюра в жанре салонного диалога. Все. Добрый вечер. Так что такое теория относительности? А это все относительно. Ну, это не значит, что что-то нужно относить, а что-то можно отнести. И по-третьему. То есть это сложная штука. Вот скажем, я сижу, а вы идете. Да-да. А вы, пожалуйста, ходите. Пошел. Чувствуете, вы идете, а я сижу. Вы пошли относительно меня. Что вы говорите? Теперь вы сидите, я пошел. Что я сделал? Вы пошли. Правильно, я пошел относительно вас. А один относительно другого все время что-то предпринимает. Или скажем, мы с вами поехали. Что мы делаем? Мы едем. Правильно, относительно чего? Ну-ну. Относительно предметов, домов, городов, деревьев, полей, лесов и реки. Я понимаю, это пока сложная штука. Но если мы привыкнем к этой мысли и будем ее с вами двигать дальше. Кстати, дверь. Мы с вами толкаем третьего. Что мы делаем? Мы толкаем его. Так, толкнули и он упал. Относительно чего? Домов. Да. Мы толкали его относительно домов, он упал относительно нас. С него слетели очки. Так, мы толкали, с него слетели очки. Так. Мы остановились. Относительно чего? Домов. Он относительно нас продолжал двигаться, а очки относительно? Относительно? Продолжали двигаться относительно? Домов. Допустим, мы толкаем его в очки. Тогда мы упираемся в его очки относительно чего? Его. Домов. Очки остаются у нас, а он продолжает двигаться относительно... Очков. Точно. Если его затолкать далеко, он вернется по молодевшему. Ровно на сколько? Мы его толкнули. Насколько он не видел нас. Допустим, мы его так толкнули, что он нас не видел три дня. Насколько он помолодел? Относительно дому? Нет. Давайте упростим. Мы его не видели три дня. Сколько он видел нас? Относительно чего? Понимаете, теория предполагает во всем принцип относительно. Ну, скажем, дома спрашивают, ты куда идёшь? Относительно чего? Вот. Сколько ты получаешь? Относительно чего? Относительно студента много, относительно директора мало. Вы так решили? Относительно министра ещё меньше. Значит, мы его толкнули. И он нас не видел три дня. Сколько мы не видели его? Ну, если мы так его толкнули, что он нас не видел три дня, то мы его не могли видеть каждый день. Это относительно нас-то. Относительно его ему крышка. Он нас может не увидеть вообще. Важно, что мы по отношению к нему продолжаем существовать. И толкаем других относительно домов. Сложная вещь. Непростая штука. Но это ещё не всё. Что вы говорите? Да. Там ещё есть движение относительно других поодиночке. И сплочённые кучкой. Было время, это понимало несколько человек. Сейчас понимают все. Относительно других? Себя. Допустим, я что-то изобрёл, открыл или создал. То другие. То другие зааплодируют вам. Толкнут так, что я вернусь постаревшим. Толкнут относительно домов? Конечно. Дома же двигаться не могут. Но может двигаться коллектив, толкая впереди себя очки, надетые на одного. Позвольте, а если он очень умён? В очках? Да. Относительно коллектива? Да. Оглупляем его и оставляем коллектив умным. Относительно чего? Домов, конечно. Спасибо за внимание. Жарко, да? Жарко, да? Жара, да? Жарко. Да? Жара. Пляш. Жара. Да. Да? Жарко, да? Ну и зима. Вот и я об этом. О чём? О чём вы тут подумали? Я лично вас не знаю, вы меня тоже. Но я бы тут рассказал. Что? Зачем портить отдых? Лежим, загорается. Вы сейчас об этом подумали, да? Вот сейчас. О чём? Вижу, вы тоже не дурак. Я с вами согласен, но не во всём. Слушай, что это вы? Чё, ничего, не будем лезть в эти дебри, да? Какие дебри? Я не понимаю. Я говорил о профоранте. Сейчас называется профоран. В моё время это называлось иначе. Ну всё, загораем, я вас понял. Загораем. Позвольте, что вы имеете в виду? Ничего, ничего, держим, никого не трогаем. Вот у вас сейчас мелькнуло внутри, да? Вы сейчас об этом подумали опять, да? Вот сейчас. Я же с вами. Что там мелькнуло, о чём я подумал? Ну ладно, всё-всё, я о себе тоже хорошего мнения. И тоже могу, так сказать, в общих чертах. Просто не хочется сейчас, да? Подисочками терруют зачем? Как я вас понимаю. Да что вы пристали ко мне? Сейчас знаете что? Ну всё-всё, загорали. Это не доктор-разговор. Так у нас ничего не выйдет. А что у нас, да что выйти? Да что это вы тут намекаете? Что вы тут гримасничаете? Я просто смелее вас. Вы думаете о том же и молчите. А я, ну не надо, да? Не надо, закроем глаза и... А что вы пристали ко мне? Что я вас трогаю? Лежите себе к чёртовой матери. Ну, загорай. Задний ход, да? Вы же поняли, что я тут же об этом. Позвольте, о чём об этом? Ладно, всё не так. Нет, позвольте, агента, позвольте, о чём? Нет, вы позвольте, о чём об этом? Мы можем горячиться, кипятиться. Это дело не поможет. Какому делу? Ладно, всё загорает. Что не поможет? Это уже не тот разговор, всё. Нет, этот разговор уже не нравится. Вы мне уже надоели. Трус! Решили замять, пожалуйста. Но мы единомышленники. Что ты тут развёл? Я тебя сейчас лежаком бросил, понял? Лежаком не надо, лежаком. Вы меня лежаком, я вас лежаком. Лежаком не убеждаю. Лежаком убивай. Но ради дела я могу умереть. Да какого дела? В чём дело? Ладно, всё загорайте, вы думаете о том же. И загорайте. Да кто вы знаете, о чём я думаю? Я знаю. Нет, я об этом не думаю. Думайте. Нет, не думаю. Думайте. Я никогда в своей жизни не думал, не думаю и не собираюсь думать. Вон с пляжа. Что случилось? Мы объявили, завтра горячей воды не будет. Что случилось? Отключает наш район испытание системы высоким давлением. Что происходит? Новый дом сдали в черёмушках. В чём дело? Трамвай будут продлевать. Что происходит? Осенью начинается охота, люди пойдут с ружьями. Что случилось? Неподалёк от нашего овощих родилища чего-то строить начали. Сваи бьют. Что там будет? Что они там строят? На заборе, кроме известных слов, ничего. Что случилось? Я в магазин сбегал, всё есть. Что такое? Никто ничего не говорит. Можно запасть небольшой на будущее. А то будем сидеть в белых сорочках и в галстуках, и без перловки. Что с ней исходит? Я опять в магазин сбегал, и ещё есть. Яйцо диетическое с печатью. Курочки такие пошли, яйца с печатью дают, или начальство отмечает то, сколько шлем. Что случилось? Сомнений у меня нет, у меня колебания мелкие. У всех приёмник и телевизоры. В чём дело? Бабка еле дышит по такой телевизору на трёх. Я пока большой не покупал, я маленький. Как в скважину смотрю мучая. А чёрт его знает, вдруг в один прекрасный день. Отдай большой. Верни 61 по диагонали. Короче, почему такой экран? А что я скажу? Я скажу, виноват. Носишь габардин и воротиновые заграничные. Ношу. Почему? Виноват. Ты чего такой толстый жизнерадостный? Чего ты такой? Я скажу, виноват. А что я скажу? А с деньгами как? Я в сберкассе не держу. Я в холодильнике, в морозильнике. Залил водой и окосинела 322 рубля 78 копеек. А чёрт его знает. В сомнении у меня нет, у меня колебания мелкие. Ванна всегда полная водой. Вот сейчас отключают наш район. Новый дом будем сдавать, черёмушка, конечно. Трамвай будем продлевать. А как же? Ох, вот и начнём. Люди у нас пойдут с рожьями. А что, без рожья, что ли? Свечечка у меня на готове. Ну и по чкатюку у меня свечечка и пычечка. И пеницелленный ящик. А чёрт его знает, вдруг таким снегом нанесёт, что мы все никуда не выйдем. За сомнений у меня нет. Я хочу, чтобы колебаний не осталось. Что они там строят? Строят и строят. Никто еще не говорит. Строят. Что они там строят? У нас своя команда. Ты в шубе и сапогах, я в валенках и плаще Болонья. Дошли с моей родной до дорожки. Она первая на 1500 метров в искусственной шубе и сапогах. Я на 3000 метров ушёл от всех и весь в Болонье. Смерчный стану. Мне раззадорить, раздолбать, дать родной пейзаж любимые трамвайные крики, уйду на шесть кругов с чемоданами, дам двойной Риттбергер и наш тройной Сидоров с уходом штопором в бок с завершающим криком на дистант. Она с сумкой, полной продуктами, обошлась Тинкайзер, Шейл Янг накормила детей, постирала, подогрела и, была такова в течение часа обеда, двигаясь назад и вперёд и одновременно вращаясь по и против часовой стрелки. Наш человек с этажеркой и бидоном начался по делам и случайно попал на лёд. На четыре круга впереди всех в ботах занял очередь в ларёк, дождался, пока займут за ним, ухнул вниз, выскочил из-за поворота, наказал четырёх бобслеистов из ФРГ, успел в ларёк. С полным чайником, по сильно пересечённой местности, с голландским сыром и докторской в боковом, с петрушкой в пистончике, двумя пол-литрами бьющими по ногам, транзистором на шее, ветром от него был сбит Эрхард Келлер, 28 лет. Нас за минуту собирается тысяча в определённом месте, в определённое время к открытию. Пожилые люди, преодолевая десятки километров, с четырьмя сотнями пустых бутылок в трёх огромных наволочках, прогнувшись назад, уверенно обходя представителей восемнадцати стран, в том числе скандинаву, признанных фаворитов, не разрушив ни одного горлышка, мечут посуду в амбразуру четырёх пэй. Приёмный пункт пустой посуды. Трое наших в понедельник, опоздав на круг, сдули пену на 23-летнего студента из Ванкувера и уже пылят вдали, теряя очертания и давая план. Так и приходим к финишу, не отдав всего, на что способны, но взяв всё на дистанции пути, проявляем многолетнюю спортивную форму, великолепную агрессивность и уважение к инвентарю. Так и несёмся, кудря в кудрю, нос в нос, глаз в глаз, ухо в ухо. Ишь ты, эх ты, куда там? Товарищи, сейчас мы устроим диспут на любую тему, так сказать, утверждение, возражение, согласие, несогласие, отрицать, так сказать, полное одобрение. Ну, с кого начнём? О, вот вы, товарищи второго ряда, идите к нам, идите, давайте, давайте. Смелее, 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 давайте, давайте. Смелее, 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 давайте, давайте, давайте. Продвигайтесь, давайте сюда, смелее, вот. Товарищи второго ряда, так, давайте, давайте. Товарищи второго ряда, вот о чём бы вы хотели поспорить, а? Я из третьего, Леон. Но это не важно. Вот о чём бы вы хотели поспорить? А? Ну, я же вчера с вами говорил. Вы были такой запальчивый, такой темпераментный. Что-то вам не понравилось? Вот давайте здесь, на сцене, попробуйте отстоять своё мнение. А ну, покажите всем, как это делается. Итак, что вам не понравилось? Всё понравилось. За исключением? Нет, за исключением. Товарищ, вы не понимаете. У нас диспут. А диспут это спор, где сталкиваются разные мнения. Понимаете? Так что вы спорьте. Спорьте со мной. Давайте с вами поспорим, к примеру, на такую тему. Мне ваш пиджак не нравится. А баба, значит, что? Ну? Ну-ну-ну-ну-ну-ну, что ты? Что? Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-но-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Трепье. Товарищ не понимает. Товарищ, пиджарт хороший, спору нет не в этом дело. Понимаете, у нас диспут. Диспут это такой спор, где сталкиваются разные мнения. Понимаете? Это тот случай, когда соглашаться не надо. Понимаете? Мы с вами должны стоять на противоположных точках зрения, чтобы был спор. Так же вы спорте, возражайте мне. Давайте с вами поспорим на такую тему. Мне эта книга понравилась, а вам она, значит, что? Ну? Что? Тоже. Товарищ не понимает. Товарищ, у нас диспут, вы не соглашаетесь со мной. Если я за, вы должны быть против. Должны. Понимаете? Так что спорим. Мне зима не нравится, а вам она, значит, что? Ну? Кто? Тоже. Товарищ, вы не понимаете. Это диспут. Это спор, где рождается истина. Так что стойте рождать истину, как положено. Не возражайте мне. Я считаю, что в семье должен быть один ребенок, а вы возражаете. А я считаю, что одного много. Возражаете мне. И так, я считаю, что в семье должен быть один ребенок, а вы возражаете. Возражайте. 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 Возражаю. Так, а почему вы возражаете? Возражаю. Да, ну вот почему вы возражаете, а? Я возражаю. Да, ну вот почему вы возражаете, а? А потому ж... Так. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Нет, товарищ, вы так просто не возражаете. Вы аргументируете. Аргументирую. Да. А чем вы аргументируете? Ну? Аргументом. Так. Каким аргументом? Большим. Значит, вы так просто не аргументируете. Говорите мне что-нибудь конкретное. Ну, например, два. Два. О. Я говорю один, а вы говорите о. Да нет. Два. Два. Да нет. Я говорю один, а вы говорите о. Ди. 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 Два. Я один, а вы. Ди. Два. О, это уже спор, правильно? Один, ди. Два. Вот, сцепились, так? Ну, давайте активнее. Один. Давай. Рождайте истину. Один. Два. Давайте активнее. Два. Хорошо. Один. Два. Сейчас спорим. Один. Два. Один. Два. Один. Два. Один. Два. Один. Два. Один. Два. Один. Четыре. Диспу докончен. Ничья. Здравствуйте, наши дорогие друзья. Вам передают привет наши знакомые, знакомые наших знакомых, родственники, а это уже вся Одесса, из которой мы часто выезжаем и редко возвращаемся. И как приятно после долгие. И как приятно после долгой поездки вернуться домой, войти в родной двор и утром сквозь сон слышать голос соседки. Мадам Жванецкая, ваш Миша вернулся. Да, он еще спит. Я же говорил, это все детство, он будет человеком, это все детство. Кстати, у меня есть девочка, мне кажется, она ему подойдет. Я уже не знаю, кто ему подойдет. Она ему точно подойдет. Она любому подойдет. Только сначала мы должны туда подойти. Я уже не знаю, у него нет времени для личной жизни. У нее фигура, я такой фигуры не видела. Таких фигур сейчас нет вообще, их уже не выпускают. А умница пишет, пишет, все время что-то пишет. Что она пишет, никто не знает. Когда не войдешь, она пишет. Папа, профессор, мама, профессор, брат, профессор. Профессор или провизор? Провизор, видимо, провизор. Все-таки провизор. Я уезжаю и возвращаюсь, а двор наш не меняется. Только жители тихонько стареют. И соседу напротив все труднее подниматься на билетаж. И дворничке, которая развешивает кучу белья, каждое утро труднее подпрыгивать, чтобы отщепить его. И моей маме трудно уже ездить в аэропорте, она встречает меня дома. А кого-то нет во дворе. Да и я, как бы далеко не заезжал, вопреки всем законам Эйнштейна, старею так же, как и все. Мой одесский двор, куда мы приехали сразу в 45-м, где мы знаем друг друга, как муж и жена, где жаркими ночами лежим на своих верандах и переговариваемся, где каждое утро выскакивает намыленный жилет второго этажа и кричит вниз, Даша, закройте воду, мне нечем смыть. Вы открываете, у меня не течет. А я что, по-вашему, я тоже в мыле, у меня дети в мыле. Вы думаете, у меня здесь давление с напором, у меня то напор, то давление. В общем, я крикну, вы откроете, вы крикнете, я закрою. Двор, где ничего нельзя удержать в секрете. Что это вы несете, Гриша, в одеяле с женой? Что-то тяжелое, квадратное, похожее на телевизор. Телевизор? Если мне не изменяет зрение, вы уже проносили один телевизор? Этот нам подарил сын. Какой сын? Когда он вам подарил, что вы рассказываете, противно слушать. Надежда Тимофеевна, что это у вас в руках такое круглое? Эта левая краска занесли во двор. Какая это краска? Я вам говорю, левая. Я понимаю левая, но она же имеет цвет. Это левая бордо. Что вы будете красить этим левым бордо? Палентуса и наличники? Я тоже хочу. Идите к Даше, там уже сидит продавец. Мой двор, жители которого с восьми утра учителя, врачи, канадчики, столяры. А в пять они снова, тетя Рита, дядя Коля, баба Даша, с приездом Миша откуда? Из Ленинграда. Тянет в Одессу. Слушай, тут слух идет, неужели это правда? Такой человек, это правда? Это неправда. Я же говорю, такой человек, конечно, это неправда. А что с командой КВН? Команда грустит? Нет, конечно, нет. Из-за чего грустить? Так не будет КВН, так они займутся волейболом. А Одесса требует жизни. Или я не прав? Ты прав. Из Одессы можно выезжать, можно уехать навсегда, но туда нельзя не возвращаться. Там, когда доходит до дела все в команде КВН, все моряки, все рыбаки, все футболисты, все врачи и все больные. И когда была холера, в Одессе стало еще лучше. Холера в Одессе. Курортники в панике покинули гостеприимный город. На крышах вагонов битком. Купе забитое, а в городе стало тихо. Холера в Одессе. В ресторане свободно. Заходите. Рекомендуем. Здравствуйте. Садитесь. Незнакомые слова. В магазинах от вашего появления начиналась здоровая суета. В трамвае вы могли уступить место женщине, без опасения, что на него тут же ринется быстрый конкурент. Холера в Одессе. В городе стало так чисто, что можно было лежать на асфальте в белой сорочке. На улицах появились такси с зелеными огоньками, чего не наблюдалось с 13-го года. И стаканы в забегаловках вымыты. И трубы все исправлены. И туалетики в порядке. И личики у всех чистые. И мы моем ручки до еды. И после еды. И кипятим. И чистим. И пьем тетрациклин. И взаимно вежливы. Вся холера стоит той вежливости, которая тогда появилась в Одессе. А анализы, как они сближают. Конечно, холеру быстро ликвидировали. Но то хорошее, что принесла холера с собой, могло бы и остаться. То, что есть в людях, но проявляется в трудную минуту. Забота, сплочение. Мы одесситы. Один коллектив. Одна семья. Одна компания. Мы живем в одном доме. И лозунг наших врачей. Чистые руки. Пусть будет перед глазами в прямом и переносном. Чистые руки. Чистая совесть. Чистые глаза трог перед другом. В общем, вам передают привет наши родственники. Знакомые. Знакомые наших знакомых. То есть вся Одесса, где нас один миллион и шесть человек в театре миниатюр, который выступает сейчас в Ленинграде. И чтобы мы были все здоровы и побыстрее. Потому что летом нас бывает один миллион и, наверное, пять миллионов приезжих. Чтобы они уже были, наконец, здоровы. И мы им тоже. Хотя нам это трудней. Они там отдыхают, а мы там каждый день. Но кто об этом говорит, когда речь идет о гостеприимстве? А в этом вопросе Одесса приближается к Грузии, удаляясь от Ирана. Мы приветствуем вас. Желаем вам счастья, трудов, забот, побед и крепкого здоровья. Тьфу-тьфу-тьфу. Я вам вот что скажу. Очень много честных людей. Было бы меньше, легче бы жилось. Еще в школе нас пытались отучить от этой вредной привычки добиваться справедливости. Они знали жизнь, а мы как дети. Посмотрите на принципиального. Искалеченная личность с электрическим огнем в глазах. Его появление в любом месте грозит крупным скандалом. Там кто-то кому-то выписал кубометр дров. Нагрузили машину. А черт его знает, кубометр или пять. Дрова или доски или паркет. Боже мой, все все понимают. Все хотят жить. Только этот не хочет. Не может он и все. Он догоняет машину, вцепляется в руль, звонит на проходную. Он хочет проверить Ньютон. Ну и проверяет, конечно. Милиция всегда на плохое бросается быстрее, чем на хорошее. Ну, конечно, в машине не то. Дрова, конечно, отбирают. Сажают тех, кто в кабине, тех, кто в кузове. Все в порядке. Все без дров. Справедливость торжествует. А борца Тихого бросают на другое место. Там с его приходом начинается подспудное брожение, взрыв. Садятся бухгалтеры-прораб, а борец ковыляет дальше уже безглазые авторучки. Спрашивается, зачем находиться там, где грузят? Зачем торчать на передовой? Почему в нужный момент не оказаться в нужном месте? И вообще, зачем хватать за руку вора? Вдруг он станет большим человеком? Добрее нужно быть к людям. Мягче. Вы видели стальной эталон? Метр. Метр и все. Его не согнуть, не сложить. Он торчит, он всех цепляет. А есть эталон мягкий. Тоже, конечно, метр. Но какой удобный. Хочешь, скрути, хочешь, вдвое сложи. В карман опусти, намотай на что попало. Даже растяний будет полтора метра. Вот это эталон, это 20 век. Вы видели человека, который никогда не врет? Его трудно видеть, его же все избегают. Он прям как ствол. Он может сказать женщине, почему вы кокетничаете, показываете коленки, когда вы, по моим расчетам, еще помните русско-японскую войну. А ты чего такой синий? Только из санатория? И что они сказали, что ты здоров? Иди ляг к ним обратно. И ты, брат, хорош. Сколько ты дал за это дикое барахло? Ну и надули тебя. А тот все равно ничего не может изменить. Не может он продать барахло обратно. Его надули, и он сам это чувствует. Но злится не на себя. И не на того, кто его надул. А на нашего, который ему раскрыл глаза. Идите, раскройте глаза своему лучшему другу на то, что она вытворяет в его отсутствии. Они все равно помирятся, а вашей ноги в том доме уже не будет. Вы будете враг дома номер один. Честный человек — это бедствие. Это испорченное настроение на весь день. Когда он выходит из ворот, улица пустеет. Замешкавшийся прохожий получает в награду всю правду мать и остается сломленным навсегда. Кто вам дал право калечить жизнь людям? Вы что-то видите? Закройте глаза. Вы что-то слышите? Заткните уши. Вы что-то хотите сказать? Скажите в тряпочку. Заверните и тихо пустите в урну. Все, что вам кажется бездарным, гениально. Тот, кто выглядит дураком, умнее нас всех. Людям важно, чтобы все было хорошо, все в порядке, все all right. Ваши дела — отлично. Ваши успехи — на большой. Как жизнь молодая. Лучше всех. Какой прелестный ребенок, какая милая квартирка. До свидания. Вы чудесно выглядите. А вот это такая вот какая-то странная штучка. За грубость осуждены. Дворник, шофер, директор завода, начальник литейного цеха, литейщики, сменные механики, писатель, прораб, бригадир, отделочники, сантехники, инспектор ГАИ, мать и отец Сергея Дзюбы, Дзюба определен в колонию, воспитательница детсада, члены комитета народного контроля, председатель, водитель автомашины ГАЗ-51, номерной знак 1354-H, принадлежащий Пулковской ассерватории, и два грузчика с этой машины, ученый-секретарь, хозяин мебели, его сестра, встречавшая машину, сын ученого-секретаря, ждавший машину внизу, соседи по пути следования грузчиков с мебелью, механик трест-лифт-ремонт, жильцы соседнего дома номер 21 улицы Жуковского, Калягина Евдокия 1889-го возрождения и Куштерева Маргарита 1878-го возрождения, наблюдавшие за разгрузкой, госпитализированы, осуждены товарищеским судом жители дома 27 по улице Победы в 300 метрах от выгрузки, состоялось собрание работников столовой, возле которой останавливалась автомашина ГАЗ-51 номер 1354-H Пулковской ассерватории. На собрании присутствовали руководители треста, директор столовой, шеф-повар, буфетчица и гардеробщик от работы от свобождены. Завпроизводцам лишен права работать в торговле и еще три года нести материальную ответственность. Завпунктом приема белья по пути следования автомашины ГАЗ-51-1354-H отправлено на судебную медицинскую экспертизу. Жизнь в городе постепенно вошла в нормальное русло. 15 октября 1975 года был поставлен на место пивной ларек. Застеклены дома по улице Жуковского. Автобус ПАЗ-1759 Лев детского сада завода кожзаменителей, настигнутый автомашиной ГАЗ-51-1354-H, заменен трофейным прогулочным катером Альфред Дорер. Штаб, созданный для ликвидации последствий прохождения по городу указанной автомашины, распущен. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 вы тюдно устроились. Одел костюм и посол. В парикмахерской хохот. Что вы смеетесь, спрашиваю? Что я похож на человека, у которого плохо сыт костюм? Или прическа плоха? Сейчас будет притеска, главное не притеска, а дуса. Постриги, девочка, только тусу вложи. И что вы думаете? Постригла, в зеркало посмотрел. Что с ты, девочка? Что я тебе враг? Что я твой муж бывший? Ты посмотри, что ты натворила? Мне с фулацки не хватит прикрыть твою работу. Мне же голову бинтовать надо. Она говорит, а что я могла сделать? У меня ножницы не берут. Татильстик так затотил. Я не поренился к татильстику. Что с ты, девочки, ножницы так затотил? Она же меня зудка подстригла. А татильстик показывает, ты видишь, как они сделаны? Если завод такие ножницы делает, их татье не дать, и они не соприкасаются между собой. Я не поленился, на завод поехал. Что за вы такие ножницы делаете? Их татье не татье не соприкасается, и девочка меня зудка подстригла. Посмотрел на меня контролер, вытер слезы от кохота. А что я могу сделать? Это такая сталь. Ее ножом можно резать. Только не теперь этим старым ножом. Мы не виноваты, какую сталь дают, и с такой производим. Летейстики подводят. Я не поленился к летейстикам подъехал. Летейстики, а летейстики. Что за подводите? Что за вы такую сталь делаете, что от нее ножницы не соприкасаются? Их татье не татье, и они рвут, и девочка меня зудка подстригла. Квалификация у вас есть? Квалификация тебе, квалификация. Смотри, дуракек. Вот сталь. Броню пробивает на зудком расстоянии. Квалификация. А чему же у вас ножницы не стригут? Нозницы? Гост у нас дурачок. Гост есть, все. Мы его выдерживаем, все, отойди. А твои притески летейщие хохотят, чугун на ноги разливают. Так кто же это у вас госты выдумывает? Это в Москве в институте человек сидит. Я не поленился, в Москву звоню. Сесты, говорю, гостовик ты. Такую сталь на ноги себе дает. Они еще прикасаются. Их татье не татье, они рвут, и девочка меня зудка подстригла. Ты можешь гост поменять? Гост поменять? Он так загоготал, что у него трубка из рук выпала. Гост поменять? Я говорю, лучше полжиденья не стриженой, не тетаной буду ходить. Я лучше умру, подлатым, тем это дело затевать. Я тебе советую, ходи как есть. На остроты ответя остроты. Отсучивайся. В общем, со стрижкой уладили так и хожу. А сейчас мост себе строю. Непонятно? Я из зубовратебного иду. А вы думали, у меня дефект третий. Челюсть у меня из новых материалов, сэкономленных целиком. Там тоже хорошо. Врач мост ставит, техник мост делает, а детали моста из Барнаула летят. Сейчас как раз отыдаем. Поэтому я такой смешной. Но главное в человеке не притеска, не зубы, а дуса. Один лектор трепался, что Бога нет и дусы нет. Ну, Бога нет, ладно, а дусу завтра. Затем дусу отменили в попыхах. Нет дусы, вкладывать нечего. Зато голова существа, девать есть тем. Та, что смейтесь за мной, смех инфаркта не дает. Товарищи мужчины, граждане женщины, отнесемся бережно к окружающей нас природе, к ее разнообразным формам. Не допустим полного уничтожения бюрократов. Пусть их вид нам неприятен. Что делать? Все в природе увязано и укручено. Уничтожь одно звено, рушится другое. Уничтожим бюрократов, испортится народ. Это что же получится? Только попросишь, сразу дадут. Только подойдешь, сразу подпишут. Только скажут, сразу сделают. Что же это будет? Люди по домам начнут сидеть. По телефону будут договариваться. Животы пойдут. Общая вялость. Дети малоподвижные, мужчины нерешительные, армия слабеет. Эй, ну-ка давай, я к вам отказать. Как а так? Я к вам, а я этот вопрос не решаю. Я к вам, а это не по моей специальности, не в моей компетентности. И тут чувствуешь, как у тебя второе дыхание прорезается. Легкость в теле необыкновенная. Упругость удивительная. Ножки напружинил и пошел по кругу. Отказать, хорошо, подождать, хорошо, переждать, мирово. Мчишься по городу, крепкий, легкий, закаленный. И только слышишь хлоп-хлоп, буль-буль слабенький отпадает, гордый валяется. Хрум-хрум, косточки их тоненькие хрустят. А шкурки на барабанчиках, бум-бум-бум, бум-бум-бум. Но остаются самые-самые, самые зубастые, самые жилистые. Вы мне отказать, а я с детьми, с женой на костылях в приемной. Хлоп на пол, это у меня течет. Вы мне убирайтесь вон, а я на вашей даче из вашего колодца. Здрасте, это у меня протекает. Вы мне пошел вон, а я из-под вашей машины. Здрасте, это у меня. Вы самолетом, я через винт. Вы за границей, а я в Монреале, из-за дерева. Здрасте. Ах, чтоб ты пропал, откуда ты такой выискался? Откуда? А путем вашего искусственного отбора. Скорость, как у гипарда, кожа, как у хамелеона. Челюсть своя и запасная, на животе автобиография, на боку справка о здоровье, в зубах прописка, в глазах видно место жительства. И плотным строем пошел, только ветер в ушах, только пыль по дороге, и жил массив в одну линию сливается. Отложить хорошо, подождать хорошо, переждать мировом. Табличкам не верим, мест нет, поищешь, продажи нет, найдешь. Ни черта не страшно нам, загаленным, перченым, проверенным. Мужчины поджары, женщины стройные, население красивые. Не трогайте бюрократов. Сколько лет на них наскакиваем, а они живут. Наши наскоки помогают их породу улучшать. Мы-то съедаем сам. Я Мальцева Лариса Николаевна Русская. Родилась в 1946 году в городе Луга, Ленинградской области. 18 января в семье труженика-дорожника Мальцева Николая Ивановича Русского и матери моей Мальцевой Марии Федорусской, где они и познакомились. В 1953 году я поступила в среднюю школу номер 5, которую закончила в 1964 году, проучившись в 6 класс. Потом, вопреки просьбе родителей, выехала в Ленинград, где с помощью подруги без прописки устроилась в УНР-49 МПС ДПР УКХ, где и прописалась в 49-й комнате на второй койке. В 1964 году поступила в ПРУФ-училище номер 3 по специальности официантки-разносчицы в передвижных вагонах ресторанов, движущихся в разных направлениях, где познакомилась с летяком Григорий Гавриловичем Русским. Мы сближались два месяца и сблизились в марте 1964 года, 8 числа, в Международный женский день. Я ему сказала, Гриша, а он мне налил стакан и сказал, бьемся, что не выпьешь. Я сказала, а вот и выпью. Он сказал, бьемся, что закусишь. Я сказала, бьемся, что не. И выпила, и выиграла бутылку столичной. Он сказал, бьемся, что больше не выпьешь. Я сказала, бьемся, что выпью. И выпила, и выиграла бутылку укрепленного портфейна Мерседес номер 333. С тех пор ничего не помню. В ответ на мое предложение пожениться, Летяков ответил, чего это вдруг. И мы расстались со мной в августе 1964 года после матча «Зенит ЦСКА» на стадионе под дождем. В январе 1965 года к нам пришел новый преподаватель Козуб Кондрат Гаврилович по подаче жидких первых в поездах дальнего следования. Мы с ним сблизились на праздники в момент торжественного вечера в училище. В ответ на мое предложение пожениться, он показал фотографии двух детей с их неженой, после чего мы расстались по его просьбе. В мае 1965 года я закончила профучилище номер 3, работая официантом-передатчицей в УНР, ДКВ, МПС, УКХ, выгоняя 120-130 рублей в месяц. В июле 1965 года к нам пришел новый украинец Гаврилюк Константин Викторович, с 40-го года рождения прораб. Мы с ним сблизились во время загородной прогулки, 16-го, 65-го года, в 23 часа пополудни. В ответ на мое предложение пожениться, Гаврилюк ответил, подожди, вот встану на ноги. После чего мы расстались. Встретились на следующий день, 17-го, 65-го года, в 8 часов утра в УНР. Я сказала, что могу ради него перейти в другой УНР, но он сказал, что сам ради меня уйдет к чертовой матери, что он и сделал на третий день. После чего я искала его, но не имея данных места пребывания, он пропал. 12-го ноября 65-го года я его забыла. На танцах сблизилась с Карташом Олегом Константиновичем, который оказался Мейерсоном Давидом Борисовичем, 36-го года рождения, русский экономист. В ответ на мое предложение пожениться, он ответил, что подождите, я тут сейчас, я сейчас тут. Все мои поиски увенчались неудачей, ввиду отсутствия адреса и места работы. После этой встречи меня назначили накладчицей вторых, и я забыл о Мейерсоне Давида Борисовича. 16-го января 68-го года я снова пошла на танцы. На танцах ко мне приблизился матрос и передал привет от Круглова Степана Ивановича. Я сказала, что не знаю такого, и мы сблизились 18-го января 68-го года. Матрос оказался моряк. Барбариди Глеб Антон, 46-го года рождения, уроженца города Очакова Одесской области, папа грек, мама колхозница. В ответ на мое предложение пожениться, Барбариди ответил, что у него увольнительные только до 12-ти. После чего он сразу ушел на Кубу, куда я писала до востребования. Оттуда в Канаду, куда я писала на главпочтам без такого же успеха. В июле 68-го года я забыл о Барбариде. Меня назначили бригадиром бригады, чем я и работаю. С тех пор и до этих. Потому что не сближайся, ничего не будет, а сближайся, будет то же самое. Говорят, что карта мира не имеет белых пятен, что открыты острова и плывут материки, очертания известные, течения интересные, и журнал «Вокруг света» печатает карты и рассказы. Вы расскажите мне про Париж. Вы говорите, там розовый воздух. Вы говорите, там бульвар инвалидов и повсюду маленькие бестро. Вы говорите, там художники рисуют на улицах, и приезжий чувствует себя как дома, как интересно. А вот и документальный фильм. Да-да, мы как будто там побывали. Полтора часа среди парижан. И даже получили подробные ответы не на свои вопросы. Самоотверженный труд кинооператоров. Десятки кинооператоров шатаются по Парижу и служат нам миллионам. А вчера в воскресенье в 20 часов мы объездили с корреспондентом в заповедник. Мы притаились с оператором за деревом. Мы из вездехона наблюдали за львами. Как интересно. Журналист очень агредитованный. Говорит, там, говорит, львы, говорит, не боятся машин. Там обезьяны совершают набеги. Собирается, говорит, вместе. И нет, говорит, спасения, говорит, от них. Как интересно. Фиджи, Таити, Лос-Пальмос. Такие названия. И острова, говорят, очень давно открыты, говорят, кем-то. А сейчас живут на доходы туристов каких-то. А выставка цветов на Таити. Таити открыт давно и работают круглые сутки. А Багамские острова. Как вы не бывали на Багамах? Ну, грубо говоря, не бывало. Вот европейские столицы похожи. Если вы были в Париже, то уже можно, говорят, не ездить в Вену или Стокгольм. Разве вы этого не знали? Ну, как же не знал, как же не знал? Ну, конечно, не знал. Вы же знаете, все время на работе. Глянешь иногда в окно. Выйдешь куда-нибудь на троллейбусе. И, в общем, всегда обратно. Так сказать, умом постигаешь, воображением. Дома все себе можно представить. Я почти все себе напредставлял. До того воображение развито. Мурашки появляются. Есть ли Рейкьявик? Есть ли Африка потеет? Однажды до утра раскачивался на пальме. Проснулся мозоли от пальмы. Я ее обхватывал ногами и стремительно вниз. Видимо, меня что-то испугало там в ветвях. Ночью вскочил мокрый одни агары. Брызгает жутко. Я понял, что Новая Зеландия похожа на Кавказ. Вот Сухуми. Австралия тот же Алтай. Нью-Йорк напоминает Ялту. Чем-то. Я завтра досмотрю, чем. Часа в два ночи появляется Сидней. И раздражает. Меня он раздражает. А если мне хочется с ними поговорить, то я их вижу здесь. Они же все здесь бывают. Финов вообще уже от наших не отличишь. Их не Хельсинки, тот же Гомель. Я так думаю. Попробуйте меня разубедить. А нехватку воображения можно пополнить в самом популярном клубе, клубе, кино, теле, дома, горе путешественникам. Когда своими глазами видишь тех, кто побывал в Дании. Но говорят, самое интересное впереди. И говорят. Ведь что значит нас ждет самое интересное пароходом? Экран, значит, на экране вода. Океан. Земли ни черта не видать. Если океан спокоен, никто ничего. Плывем. По квартирам тишина. И вдруг налетает ветер. Из телевизора. Когда прямо в лицо с брызгами? Ну там инструкция есть. Ведро воды сзади в телевизор заливаешь с утра. На ведро воды пачку соли за семь копеек. И ветродуй. Для морского колорита. Это если диктор предупреждает, что поплывем. Потому что если поскачем, допустим, на лошадях через лес, а аппарат сработает на брызги, впечатление не то. На лошади с веслами как дурак. Значит вот так. Ветер двинул, брызги. Лежишь мокрый, но полное ощущение. И тут начинается горизонт, идет вверх, горизонт вниз, горизонт вверх, горизонт вниз. Прямо разрывает. Это от телевизоров рычаги к кроватям. Операторы на студии управляют всеми кроватями, пока людей просто выворачивать не начинают. Ну, по сто квартир в доме и все плывут в Австралию. Если очень плохо, сошел с кровати и все. Но впечатление потерял. А тут крики чаек из кухни. Что-то кусает из динамика. Некоторые самые крепкие звонят на студию и слышат крик капитана «Спасайся!» «Мина по борту!» Ну, лежишь на койке весь в слезах. Потом выгружаемся, конечно, в разных квартирах, кто в каком состоянии. И только члены клуба кинопутешественников. Парень сказал, с этим будет очень строго. Потому что очень удобная поездка, как на кладбище. Все едут туда. Оглянулся и ты дома. Жена, дети, итальянские впечатления. А сейчас цветная стереофония пошла. Мы в Стамбуле с корреспондентом Устриц жевали. Он по ихнюю сторону экрана, мы по нашему. То есть он жует стереофония, звук, цвет, хруст, писк. Единственное, вкуса нет. Но уже думают над этим. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я люблю заснуть и проснуться. Я... Работает микрофон? Что вдруг показалось, что не жарко? Не устали еще? Не жарко? Я люблю заснуть и проснуться среди запасов. Весь в продуктах. Хоть какое-то спокойствие на какое-то время. А кто знал, что уксус будет, а исчезнет горчица? Ну кто? Есть у нас в доме хиромантка, так она все любви толдычит. А когда просишь раскинуть насчет продуктов, неверные сведения дает. Мы в одном месте ажиотаж взвинтили, касторки набрали и выли дола. А он есть и есть. А наоборот, исчезли от головной боли тройчатки-петерчатки и вот эти противники детей. Только я набрал слабительного, как исчезла туалетная бумага. Но без нее можно обойтись. Я как запорного принял, так в прекрасном настроении нахожусь. Только с салфеткой рот оботрешь и все. Правда, и салфетки. Ну скажи, ну кто от салфеток этого ожидал, да? Стали культурно так рты обтирать, носы промакивать и втянулись. А я так скажу, все начали рты обтирать, а на всех рассчитано не было. Только на тонкий слой интеллигенции. Или петерчатка. У всех сразу как схватила голова, видимо, все об одном и том подумали. Но тяжелое это дело. В жизни не догадайся, что завтра пропадет. Вот ты же знал, что в аптеке этих не станет? Ну, этически не буду повторять. Против неожиданных братьев и сесер существующих. А ручки шариковые есть. Как тот филитонист дурной заладил с 30-го года. Вата нет, вата нет, вата нет. А с жизни отстал. Если бы догадывались, что завтра пропадет, все бы сегодня бросились и сегодня бы пропало. А так никто не ожидает. Все спокойно прохаживаются. И вдруг кто-то первый вскочил, выскочил, все забегали, родных задергали. А его ни в Москве, ни в Новокузнецке. Ибо здесь очень важна одновременность, чтобы не создавать очередей. Я удивляюсь людям. Ходят, щупают кастрюли и не берут. Утюги стоят, бери. Один есть, второй бери. Второй есть, третий бери. У меня в доме все по два, по четыре, по шесть, по восемь. Дверь нельзя открыть, кастрюли наголо упадают, мука сыплется и постное масло отовсюду вытекает. Зато месяц могу автономно просидеть, как в подводной лодке. Месяц сижу. Все знаю. Изучение покупательского спроса идет. Да как можно изучить спрос, если спрос сам мечется, как у горелый, изучает сбыт? Потому что сбыта в завтрашнем дне не думает, а спрос аж бледный стоит. Все очень просто, если понимаешь женский язык. Едет женщина в метро, молчит. Кольцо на правой руке, замужем, спокойно, все стоят на своих местах. Кольцо на левой, развелась. Два кольца на левой руке, два раза развелась. Кольцо на правой, кольцо на левой, дважды замужем, второй раз удачно. Кольцо на правой и серьги, замужем, но брак не устраивает. Два кольца на правой, серьги, замужем и есть еще человек. Кольцо на левой, кольцо на правой, серьги, брошь. Работаю в столовой. Темные очки, кольца, брошь, седой парик, платформы, будильник на цепи, барменша ресторана «Восточный». Мужа нет, вкуса нет, человека нет. Пьющий, едящий, курящий, стоящий и лежащий мужчина вызывает физическое отвращение. Трехкомнатное в центре, четыре телефона поют грузинским квартетом. Сервис перламутра на 24 персоны, фраже, драже, серебро. В туалете хрустальная люстра, в ванной белый медведь из пасти бьет горячая вода. Нужен мужчина с тряпкой, щеткой и женской фигурой. Ни одной серьги, джинсы, ожерелье из ракушек, оловяное колечко со старой монеткой, торба через плечо, откусанные пальцы, загадочные ноги. Художник-фанатик. Откликается на разговор о Ферапунтиевом монастыре. Погружена в себя настолько, что другой туда уже не помещается. Бриллианты, длинная шея, прическа наверх, разворот плеч, осанка, удивительная одежда, сильные ноги, балет Большого театра. Разговор бессмыслен, вы пешком, я в Мерседесе. Поговорим, если догонишь. Кольцо на правой, гладкая прическа, темный костюм, белая кофта, папироса Беломор. Что вам, товарищ? Нет, товарищ, мы не знакомы. Впрочем, товарищ, вы не были на конгрессе в Ницце в 70-м, не подымали комсомол на Брянщине в 38-м, не лежали в травматологическом под Драгобычем. В таком случае позвольте пройти, товарищ. Кольцо на правой, русая гладкая головка, зеленый шерстяной костюм, скромные коричневые туфли и прекрасный взгляд милых серых глаз твоя жена-болван. Мы с приятелем выиграли торт в доме отдыха, но нас с ним никуда не пустили, несогласованность знаете. Дарят одни, за чистотой следят другие. Но мы с другом выпили постой и поняли, что награждает одни убирать другие, а мы нам усыли. А так на коленках съели, только костюмы испачкали и все. Пальто мне заказали с воротником. Отобрали мы у ателье это пальто, хотели им обратно насильно вернуть, вплоть до мордобоя, чтобы обратно забрали они это пальто себе. У меня фигура и так неважная, а в пальто в трамвай не могу войти, и место уступают, и без очереди пропускают, и плакали вслед две женщины, которые мужей потеряли. И на воротнике такой мех, что от медведя остается, когда уже всю шкуру поделили. Хотели им насильно вернуть, их больше не хотят они. Ну выпили мы с Григорием по 200, одел я пальто, смотрится Константин. А что, нормально, говорю, отличное. Они же объясняли, что этот заболел, а там подкладка, усадка, девочке молодышью, а на 70 рублей никто не идет, они же все объяснили. Часы купили, через два дня календарь отказал. На дворе уже 30-е, он все 10-е показывает. Попили мы по 250, посмотрел на часы, нормальные часы. Потом стрелки остановились, мы по 300. Я посмотрел на часы, господи, корпус есть, вербат есть, шикарные часы. А когда потолок в квартире завалился, мы вообще по 350 грохнули. И правильно, сдавали зимой, мазали осенью. Ну нельзя же всем летом делать, нормальная квартирка. Опять в санаторий попали, специализированный. Еда там такая, что в кинотеатрах перед щитом и мечом дают. Ну у нас с собой было, мы в палате приспособились, кипятильничек, плиточка, концентратия гороховая. Нормально, говорю Григорий, отлично, Казантин. Отдохнули, отлично, что хотеть. Обратно лететь, сутки на раздроме торчали, полсуток погода, полсуток техническое состояние, пять часов в кабине багаж грузили, шесть часов выгружали. Ну у нас с собой было, нормально, говорю Григорий, отлично, Казантин, все равно быстрее, чем поездом. Подсчитали, вроде бы не быстрее, вроде даже медленнее. Ну ничего, говорю, по буфетам походили, с людьми познакомились, на скамейке полежали. Нормально, Григорий, отлично, Казантин. Наземные службы отстают, воздушные обгоняют, так что мы в их положение вошли, теперь им в наши войти и нормально. Посидели, отдохнули, сейчас летим обратно. Правда, сели в Куйбышево, потому что Казань не принимало, хотя нам нужно в Харьков. Ну, у нас с собой было, сейчас город посмотрим, нормально, Григорий, отлично, Казантин. Нам сказали, что стоянка 6 часов, через час предупредили, чтобы не уходили, через 2 часа взлетели. Не все, конечно, но у нас с собой было, поездом поем, что расстраиваться, нормально, Григорий, отлично, Казантин. Приехали домой, снова пальто на глаза попалось. А у нас с собой было, а что, говорю Гриш, пальто-то нормальное, отлично, пальтоцо. Ну, так я нырну, глянь-ка, сайте, нормальное, как нормальное, отлично, на все и на здоровье. В случае чего, я буду ходить сзади, объяснять, что никто не хочет на 70 рублей. Я все объясню. А тут мы в один город приехали, не просто, а по приглашению в представитель городсполкома. Он по телевидению выступал, приезжайте, вас ждут новые гостиницы, пансионаты, кафе, морские вокзалы. Так упрашивал, ну, мы сели, поехали. Ну, у нас такое впечатление все-таки возникло, что нас не ждали. Решили к председателю зайти. Объяснили секретаршу, что мы не просто свалились, а по приглашению к председателю городсполкома. Она нас за дверь выставила, вас много, гостиниц мало, с ума сошли, так и будет по всем городам ездить, чьи председатели по телевидению уступают. Ну, мы на вокзале при буфете приняли по 200. Нормально, говорю, что, действительно, нас много, мест мало, нас много, штанов мало, нас много, самолетов мало. Тут один выход, Григорий, нас должно меньше быть. Отлично, Константин. Ну, попробуем экспериментально прочесть одну штучку такую. Кто сказал? Как ставить вопрос, чтобы вместо нет получить да? Можно ли устроить в подшефном колхозе банкет в честь Дня Учителя? Нет, конечно, что это вдруг средь бела дня? А можно подвести итоги соревнования, поделиться опытом, посетить колхоз, осмотреть, побеседовать с председателем, рассказать о своей работе и закончить эту встречу дружеским ужином? Конечно, да. Председателю горосполкома до зарезу нужно 500 рублей. Вернусь, отдам. Гнать в шею, кто он такой, как он смеет? Вон. Ввиду приезда дружественных делегаций в наш город возникла необходимость продумать убранство улиц и площадей. Перед руководством горосполкома встают сложные задачи встречи, приветствия, маршруты поездок, требующих отдельного сценария. Возникла необходимость составления графика маршрута наиболее представительного показа улиц и площадей новых и старых кварталов с подробным рассказом о преимуществах и красотах, о наименованиях и так далее. Ладно, прочтем следующее. Что-нибудь ужмем и прочтем. Май. Ну, у нас сегодня свободная встреча. Хочу, считаю, хочу, нет. Что-то чувствую, не читаю. Май. Наступило такое время, когда сказать, кто куда поедет, невозможно. Наступило время больших перемещений. Люди ездят. Над головой жужжат битком набитые самолеты. Они летят на юг. Такие же набитые самолеты летят обратно. Если бы Ту-104 имели подножки, на них бы висели гроздьями. В Воркуту билет достать невозможно. На Дальнем Востоке полно. На Крайнем Севере на каждом камне турист. В Москве, как обычно, вынесет из метро, ударит об забор и понесет в другое метро. Ваше счастье, если вам туда надо. В каждом городе полно приезжих. Откуда же они выезжают? Мы встречаемся с друзьями в Ленинграде. Уезжаем от них в отпуск, а там встречаем тех же друзей. Время больших перемещений. Половина людей едет туда, половина обратно, остальные стоят в очереди за билетами. Мой дедушка 50 лет сидел камнем, вчера он двинул в Новосибирск с ответным визитом. Где я только не бывал, говорит один у костра. В Крым ездил, в Сочи ездил, в Сухуми был, осталось в театр, сходите, уже везде побывал. Такое время, каждый третий спрашивает, как пройти, каждый второй не знает. Скажите, я впервые в этом городе. Этот трамвай идет до вокзала? Да. Значит, я сел правильно. Да, только сейчас он идет в другую сторону. Вы хоть сядьте туда лицом. Время больших перемещений. Массы двинули за город. В музеях демографический взрыв. В гостиницах взрыв. Под каждым деревом семья. На одного лося 20 тысяч человек с фотоаппаратами. На малого зайца 40 человек с ружьями, собаками и удостоверениями. Волки растерялись. За каждым их движением следят по 28 человек и в их стае затесался самец с кинокамерой и билетом клуба кинопутешественников. За полярным кругом завыл белый медведь, опечатанный, окольцованный и зарегистрированный. 20 человек ждут, когда вынырнет морж. Он бы и не вынырнул, но его снизу подталкивают 4 аквалангиста. Рыбакит по фамилии Джекс потушным взглядом крутит сальто за пол ведра рыбы, которая свое уже открутила. 16 человек помогает льву охотиться. Двое держат козу, остальные показывают, где она находится. В стае акул двое наших. Такое время люди ездят, пообедать им неинтересно, одеться им неинтересно, им интересно путешествовать, видеть, слышать и кроме желудка и тела доставлять наслаждение своей душе, чтобы еще полнее сделать то, что называется этим простым словом жизнь. Вот я тут слышу, многие говорят, что у нас уже все хорошо. С хоккеем замечательно, с шахматами, просто хорошо со всем. Вроде уже больше никаких таких проблем, таких крупных не осталось. Вот еще, мол, сигналы поступают на других планет, так вот отвечать или отмалчиваться. Вот если это, мол, решим, ничего уж такого важного, крупного, серьезного не осталось. Уже вроде все налажено, нарешено, наделано очень хорошо. Ну еще там витрины не умеем оформлять, а как научимся, так вроде уже ничего такого крупного. Так говорят некоторые, а некоторые не удовлетворяются тем, что говорят, и пишут об этом в книгах. Думаете, они так говорят, потому что действительно уж все так уж со всех сторон. Смелости не хватает, гражданского мужества. Посмотреть в лицо себе, крикнуть, не могу молчать, что значит, недостатки кончились. Да ты выйди, встань на площадь, оглянись. Реклама горит, а в ней третья буква горит, пароходами. Что пароходами? Ах, плывите пароходами. Все проходят мимо, все. Милиция куда-то пьяного тащит, очередь зачем-то мерзнет, и никому нет дела. А меня гнев терзает. Крикнуть хочется, буква, буква. Всем плевать, у всех все решено. Где же гражданский гнев? Вот вам все хорошо. Идем дальше. Новые районы, жилье. О, вижу, глаза загорелись. Что, не проблема? Так куда форточки открывать? Туда или сюда? Сюда или туда? Я в новых районах был. Я из люка наблюдал. Как раз в люк провалился. Водой там все залит, а ни черта не видать. Смотрю из люка на форточки, ярость меня душит. Что, это не проблема? Почему не обсудить с народом? Опрос населения, дискуссию развернуть? Могут быть разные мнения. Неприятно, неожиданно, но что делать? Кто-то будет за, а какой-то гад против. Может такой гад найтись? Так что же, за него не проводить дискуссию по такой проблеме? Все молчат, а я не могу. Достоинства не позволяет. Гордо поднятая голова. Иду дальше. Рубить так рубить. В глаза, в душу, в лицо. В кафе иду. Вечернее. Полдня стою в очереди. Попадаю. Вроде все хорошо. Острым глазом подмечаю. К чашке два куска сахара дают. Так, это откуда же идет? Это где решили? Наверху? А может нам мало тут внизу? Они же живые люди. Тут внизу мы. Они еще и разные кое в чем. Некоторые даже отличаются от друга от друга. Да, не слышали? А может кому-то не сладко здесь в кафе? А мы за что боремся друг с другом? Чтоб всем одинаково было хорошо. Ни тебе, ни мне, ни ей в отдельности. А всем сразу вдруг одинаково хорошо. Да, на первых порах кто-то бросит три куска, когда ему нужно два. Ничего, сглотнем. Это доверие к людям. А людям осторожно, с оглядкой, но он иногда может доверять. Вот вам еще проблема. И как ни горько, кроме тех недостатков, что я пересислил, есть еще. С удобствами, как на улицах. Я вижу, некоторые оживились. Есть недостаток, нет удобств. Идешь, идешь, бежишь, бежишь. А ручки на троллейбусах? Многие заерзали. Что, больное место задел? Да, неудачно стоят. Не во что вцепиться. И никто мне рот не закроет. Зеркала в бане волнистые, то ли ты в штанах, то ли без. И рожа такая, ну зеркала делают. Бритва электрическая, жужжишь, 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 жужжишь. Это настолько остро, что об этом можно уже и не каждому говорить. Тут и туристы, которые не должны знать, тут и свои некоторые. Так что лучше вообще молчать. При встрече бритву показал, оба понимающие усмехнулись и исчезли. И продавцу ни слова. Хорошо, мол, бреет. А почему возвращаете? А на железную перехожу, по совету врачей. Отчего возвращаете пылесос, магнитофон, туфли, плащ и брючный пояс. А так, мол, увольняюсь. Но это уже проблема, о которых молчат. Разражаешься справедливым гневом в урну, в ямку. Да, есть проблема, о которых молчат, если это нужно для их устранения. Но есть то, о чем молчать нельзя. Вот я и не могу молчать. Все довольны. Нашелся один смельчат, и всем легче стало. А он давай шкурой вперед. Я тоже могу молчать. И про ручки, и про форточки. Никто меня не обязывал и не просил. Моги не говорить. А что я сказал? Что думал, то и сказал. Конечно, кто-то будет недовольный. Я его понимаю. Может, я что-то лишнее сказал? Запали. Наверное, что-то лишнее наплевал. Понесло меня тут. Но я хотел, чтобы лучше все-таки. Но если я действительно чего-то, так я могу отказаться тут же. Я если задел кого-нибудь, я могу извиниться. Все молчат. Но я, знаете, не то, чтобы нагорело или, не дай бог, накопилось. Нет, по дурости. Сколько раз себе говорю, все молчат. Это когда гражданское мужество понесет, так тут запирай в рот. В общем, я просто на коленях умоляюсь. Забудем, то, что я здесь наговорил. Что я не понимаю, если нужно помолчать, значит, помолчим. Чем дольше молчишь о недостатке, тем лучше для него. Это правило. И не нужно бояться своей смелости, не трусить от своего мужества, не дрейфить от своего бесстрашия. Чувство собственного достоинства, гордо поднятая голова. Собрание на ликеровоточном заводе. Председатель. Разрешите собрание актива нашего 48-го ликеровоточного завода читать открытым. Аплодисменты он наливает себе из графина. Товарищи, сегодня мы решили поговорить на наболевшую тему изыскания внутренних резервов. Состояние дел на участке транспортного цеха доложит нам начальник транспортного цеха Опер Николаевич. Начальник транспортного цеха наливает себе из графина. Василий Иванович, ну что докладать? Есть достижения? Есть. Выезд на линию с продукцией прекратился. В обеденный перерыв люди отдыхают. Аутосцепщик Харитон Круглов опять взял на себя, как и в прошлый год, и с честью несет. Обещал, в общем, не дождать конца года. Вслед за ним шофера-водители ящично-разливочной тары Ларионов и Кудько тоже взяли на себя завозить точно в указанный путевом листе магазин. С минимальным боем по пути. Свести бой по дороге от завода до магазина к приемлемой цифре. 50 литров на тонну километр водки и 25 килограмм дорогих коньячих изделий. Наливает себе из графина. Теперь самодеятельность. Артисты, приглашенные нами на 1 мая, до сих пор не ушли. Мы все знаем их репертуар. И еще, мы, конечно, привыкли, но молодежь пугается чертей, которые вводят у нас на складе готовой продукции. Уборщица Симакова в пятницу за час перед концом дня вызвала начальника пожарной охраны завода и они вдвоем пытались изгнать чертенка из межуященного пространства. Он дразнился, кричал ерунду, прыгал по плечам, нагадил, скрылся в трубе. К концу недели уже многие его видят. А сейчас он стал появляться с друзьями, мы должны что-то решить здесь. Наливает из графина. Теперь культмассовая работа. Артисты до сих пор здесь, хотя многие из нас сами поют. Физико-акробатический этюд, который мы недавно приняли на работу, дискулицировался. Отказывается, стойки там вниз руками, нижний рухнул, вся пирамида на нем лежит и до сих пор лежать и хоть об огроме их толкает двое разнорабочих. Председающий, рых, рых, регламент, начальник транспортного цеха, а как же? А как же? Вот. Поэтому я предлагаю назначить перевыборы на любой момент. Нам это только давай. Если, конечно, красивая женщина. Садится. Председающий, так, наливает себе из графина. Теперь попросим на трибуну начальника транспортного цеха. Пусть доложит нам об изыскании внутренних резервов. Доложьте нам. Начальник транспортного цеха снова на трибуне наливает. Если вопросов нет, я начну. Наш транспортный цех, изыскав внутренние резервы, задолго до окончания успешно встретил Новый год. Мы перевезли по маршруту в винный склад, в винный магазин 45 тысяч, 8 миллионов, 364 литра крепких, крепленных и слабо разбавленных изделий. Водители Лиронови Кутько обещали сэкономить тонны километров вдвое и бойтары произвести с учетом интересов. Председатель, спасибо. У вас есть вопросы к докладчику? Начальник транспортного цеха? Нет. Садится в трибуне. Председатель, теперь попросим начальника транспортного цеха. Расскажите нам об изыскании внутренних резервов. Начальник транспортного цеха, он в зале? Начальник транспортного цеха, он здесь, 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 он на трибуне. Председатель, молодец, быстро добрались. Доложьте нам. Начальник транспортного цеха, товарищи, водитель Лиронови Кутько, используя слабые места и встречный план, а также порожняк, взяли на себя дополнительные обязательства и приказали долго жить. Председатель, ну вот, значит, справитесь. Начальник транспортного цеха, а как же. Председатель, ну вот, а где наш начальник транспортного цеха? Интересно, как у него. В прошлом цех хронически отставал. Если его найдут, немеренна на трибуну. А где начальник транспортного цеха? Начальник транспортного цеха? Здесь, 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 здесь. Товарищи водители, наш цех хронически отставал, теперь он хронически обгоняет и задолго до конца встрянул Новый год. Водители Лиронови Кутько, используя один двигатель на две бортовые автомашины, взялись обслужить максимальное количество потребителей с одного штуцера прямо в гараже, чтобы напрасно не возить по магазинам. С одной заправки Лиронови Кутько выезжает с утра на линию, возвращается в гараж поздно днем, где и ночует. Не заходя домой уже второй месяц, обтирая самосвал, ветошиваясь своих одежд. Председачий, спасибо. Начальник транспортного цеха, пожалуйста. Председачий наливает себе из графины, жаль, жаль, что нам так и не удалось послужить начальника транспортного цеха. Начальник транспортного цеха, ну и черт с ним. Председачий, но выговор мы ему запишем. Начальник транспортного цеха, а как же? Председачий, от молодежи завода ученик кладовщика, младший штуцерщик на наливе с крепостью до 40. Над трибуной вскокоченная голова. Голова, мы молодые штуцерщики, падает. Председачий, жаль, что он ушел. Голова поднимается, а мы, ваша смена, падает, поднимается. Я никогда не забуду своего учителя, смесителя, Валабуева Григория Григорьевича. Он уже на пенсии, в больнице, в тяжелом состоянии, но его заветы и указания по управлению штуцером высокого напора. Он завещал, нам молодым, исчезает, и мы молодые, появляются, мы ваша смена, падает. Председачий, ну молодежь, не усиди, так и мелькает, так и мелькает. Товарищи, что-то тихо стало в зале. Есть предложение пригласить вторую бригаду артистов, когда уйдет та бригада, которую мы пригласили в прошлом году. Кстати, кто их видел и где их видели? Я их в прошлом месяце встретил в разливочном. Домой не пишут, некоторые одичали, бродят по территории, прячутся от людей, не имеют зимнего, костры жгут. Кто видел юрист консульта? Мы его взяли два месяца назад. На проходной говорят не выходил. Надо найти, у нас к нему вопросы накопились. Теперь такси в прошлом году вызывали, машина уже заржавела. Где он сам? Жена каждый день ходит, валяется в ногах. Мужа верните. Самый острый вопрос. Кто водил студентов по цеху готовой продукции? Где экскурсия? Это же уголовное дело. 300 человек Политехнического института. Надо же вернуть их хоть часть. До свидания. Будьте здоровы. В одну строчечку, такие маленькие, в заключение. Бабочка вылетела из кармана, летучая мышь из рукава. Давно не одевал этот костюм. Как проехать к центру? Очень просто. И ушел. Шли две женщины навстречу. Одна озабоченная, другая озадаченная. Чем вы озабочены, спросили люди озабоченную женщину? Я на рынок. А чем вы озадачены, спросили озадаченную? А я свынка. Помер, не найдя смысла в жизни. А тот помер, найдя смысл в жизни. А тот помер, не исча смысла в жизни. А этот вообще еще живет. Надо с ним побеседовать. Актуальмар Актуальмар к